Дорамы Дорамы Дорама, которую уже перевели, называется «Маска». Как вы знаете, этим летом, вообще в этом году был популярный сериал, который включает в себя историю про близнецов. Эта дорама тоже о близнецах. Она более тяжелая, более серьезная. Знаете, мне почему-то идут на сравнение только вот секреты. Дорама и секреты нам была намного жестче, мне кажется, по сюжету, нежели дорама «Маска». Но, я думаю, история про богатый мир вам понравится. Поэтому, если вы знаете легкие дорамы, дорамы про школы, то вам тогда не рекомендуют. Только если вы хотите посмотреть что-то серьезное. Там мало смешных моментов, они есть, но их не очень много. Если сравнивать, к примеру, со следующей дорамой, которая мне понравилась, «Привет, монстр» или «Привет, монстр, я помню тебя». Эта дорама рассказывает как раз историю о братьях, об убийствах. Тут идут загадки, связанные с маньяком. Также идет тонкая любовная линия, непринужденная. Дорама сочная, веселая и при этом как бы есть драматизм. Поэтому, думаю, многим она понравилась, особенно из-за актерского состава. Я бы тоже, наверное, хотела бы копов-красавчиков. Следующая дорама – это «О мой призрак», «Мой призрак». Вышло 14 серий, по-моему, уже 16. Дорама про привидения, интересная, немного смешная, но при этом драматичная. И последняя дорама, которая мне понравилась – это дорама, называется «Ученый, гуляющий по ночам». Она, в принципе, мне напоминала книгу «Семья Гу», но она своеобразная. Первые две серии меня не особо затянули, а вот четвертая серия уже мне стала нам нравиться. Поэтому рекомендую, если вы любите эпоху числа и любите мистику. На этом, пожалуй, пока все. Я успела посмотреть только эти дорамы, потому что у меня малыш. Времени пока что мало на свободный просмотр. В основном я смотрю пробегами тут мушон, тут поглядела, успела посмотреть. Пожалуй, это все. Спасибо за внимание, всех люблю, всех целую. Спасибо, что вы остаетесь со мной, ждите новых дорам. Всем приятного просмотра. Пока!